В Алматинском зоопарке пополнение у жирафов Хана и Грации родился малыш. Сейчас наборожденному чуть больше месяца, его только начали выпускать в общий вольер. Известно, что в неволе жирафы рождаются крайне редко, но в Алматинском зоопарке это уже десятый приплод. Первых жирафов сюда завезли в 2003 году. Хана и его подружек Сулу и Грацию. В этой для нашей семьи уже родилось 10 детенышей. Самый маленький сын Грации. Вполне возможно, будет объявлен конкурс среди горожан на лучшее для жирафенка имя. Пока его называют просто малышом. Хотя он уже выше каждого из нас, смеются сотрудники зоопарка. После месячного карантина его выпустили в общий вольер, но от мамы он пока не отходит. Рядом прохаживается гордый папа Хан. На постсоветском пространстве приплод от таких пятнистых красавцев получили только в Санкт-Петербурге и Киеве. Даже в крупных зоопарках на каждого жирафа по 200 квадратных метров, а в Алматинском все 500. И в этом секрет бэби-бома у жирафов, говорят зоопарки. А еще интересный факт из жизни самых высоких и быстрых в мире животных. Михаил Сорокаомов, известный фотокор, рассказал, что долгое время жирафы считались немыми. Они между собой общаются точно так же с звуками. Поэтому нельзя их сказать, что это безмолвое. Они нас не слышат, мы их. Просто у нас разная частота слуха и восприятия. Вот и все. Кстати, все желающие могут стать опекинами этих и других обитателей зоопарка. Здесь действует программа «Мой ласковый и нежный зверь». Посетители выбирают животное, общаются, кормят его. В общем, участвуют в жизни своего любимца. А сейчас здесь стартовала желудевая эстафета. За ведро желудей можно получить бесплатный билет в зоопарк. Они очень полезные, очень богаты витаминами. Также она продумана как социальная акция, чтобы народ мог поучаствовать в жизни зоопарка. Желудями питаются олени, медведи и почти все порнокопытные. Птицам их дают в раздробленном виде. В Алматы много дубов, соответственно, желудей. Даже в зоопарке есть могучее дерево, обхватить которое могут четверо взрослых. Есть предложение внести из полена в казахстанскую книгу рекордов. Дубу более 300 лет, и уже проверено от него исходит положительная энергетика. Так вот, под ним все усыпано желудями. Утром их можно собрать даже здесь. Гульнару Марбекова, Сержант Жумабаев, Алматы.